Всем привет! Сегодня хочу прогуляться с вами по набережной Клязьмы в городе Орехово-Зуево и пройтись по старым улицам города. Набережную реки Клязьмы недавно отреставрировали. Пройдемся вдоль реки и посмотрим, что же власти города сделали для своих горожан. Я приехала в этот город подкорректировать свое зрение и меня ненадолго отпустили погулять. Вот мы видим плавают уточки в реке. Здесь их достаточное количество. Прямо там вдалеке видим рыбачок сидит, ловит рыбку. И там дальше тоже есть рыбаки, но их не видно отсюда. Город рекой делится на две части. Сейчас это просто левобережная и правобережная часть города. А раньше один город назывался Орехово и там росли орехи, а другой был Зуево. Там летали птички под названием Зуйки. И когда все это объединилось, стал город называться Орехово-Зуево. Ну что, пройдемся по набережной? Доль берега тянутся корпуса старых ткацких фабрик, о которых мы поговорим позже. Вот такие зигзаги, спуски и подъемы, лавочки, на которых летом можно отдыхать и наблюдать за речкой. Вот такое большое здание. Это все идут старые ткацкие фабрики. Также здесь находится площадка со спортивными тренажерами, где можно позаниматься, если есть желание, на свежем воздухе под открытым небом. Но сегодня непогода, и поэтому, я думаю, никого здесь нет. Мокро, сыро, идут дожди. Очень большая длинная набережная с различными зигзагами. Немного углубимся в историю происхождения этих зданий. Крепостной крестьянин-старовер Савва Морозов из Зуева в молодости работал на мануфактуре местного купца. И однажды занял у него крупную сумму денег. Возврат долга и стал первым толчком к развитию своего дела, которое пошло так успешно, что Савва не только вернул долг, но и открыл шелкоткатскую мастерскую. В набережной имеются вот такие скамеечки для отдыха. Обычные скамейки, качельки, на которых можно покачаться и посмотреть на реку. Есть даже столики со скамеечками для отдыха горожан. Вот качельки, на которых можно качаться в летний теплый день и наблюдать за уточками плавающими по реке. Есть вот такие интересные сооружения с подсветками. Вечером здесь, наверное, очень красиво. Но тоже это, наверное, своего рода скамеечки. Наверное, в праздничные дни здесь собирается очень много народу. Целая аллея свежепосаженных деревьев. Наверное, когда они вырастут, здесь будет очень красиво. Есть даже столы для игры в теннис. Вот там вдалеке тоже есть качельки. Вот такая длинная зона мостов и изгибов вдоль реки. Вот еще один круг с качельками. И площадка, где можно отдыхать с детьми. Где детям можно развлечься и размять свои косточки. Вот, пройдя набережную, мы выходим на такой прям советский-советский уголок, городскую площадь. Несмотря на позднюю осень, здесь еще растут цветы белого, синего и розового цвета. Ну, я так думаю, что это все-таки под российский флаг. Хотя вот розовые уже почти засохли. Если белый и синий еще имеют цвет, то засохли. Вся площадь выложена вот таким булыжником, как на Красной площади. Здесь мы видим здание администрации и памятник, посвященный стачке 1885 года. В 1880-х годах конкуренция на текстильном рынке возросла, а рабочая сила сильно подешевела. Более того, на фабриках появилась система штрафов, вынудившая многих работать за долги. Последней каплей стала отмена выходного. И вот в 1885 году предприятие охватила всеобщая забастовка. Лидерами стачки стали Петр Моисенько и Василий Болков. А розовская стачка стала вехой рабочего движения в России. Вот такая большая площадь, находящаяся в центре города, в парковой зоне. Мы находимся в старой части города. Здесь находятся корпуса Ткацкой Морозовской мануфактуры. А вот в этом здании Надежда Константиновна Крупская в 1930 году встречалась с библиотечными работниками. Все исторические здания заняты магазинами, клиниками, бутиками и различными офисами. В 1821 году Савв Васильевич выкупился у помещика Рюмина и приобрел у него участок под строительство мануфактуры. Скооперировавшись с немцем Людвигом Кнопом, в 1840-х годах Савва Морозов сделал Никольскую мануфактуру крупнейшей в России. Дело купца первой гильдии Саввы Морозова продолжил его сын Тимофей, а затем и внук тезка Савва Тимофеевич. Саввы Морозов Очень огромную площадь, почти целую улицу занимают эти большие корпуса Морозовской мануфактуры. Пройдем по улице дальше и посмотрим на старые здания жилого комплекса города Орехово-Зуево. Вот такие интересные старые жилые дома. На этом все, пока-пока, подписывайтесь на наш канал, на нашу группу ВКонтакте, ссылочка в описании к этому видео. Ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч!